Всем бокс, братва! С вами Рома Михаил, YouTube канал Всем бокс. И о чем сегодня будет речь? О чем? В прошлый выпуск вы с вами наблюдали в циркуле в стиле Ломаченко, в стиле Усика, который хорошо работает против левшей, против права правшей, а мы сейчас с вами говорим о чем? О циркулях во внешнюю сторону. И сегодня мы с вами поговорим о циркуле куда? Внешняя сторона, во внутреннюю сторону, а уже о школе, которая более представлена у нас в американской школе в американской манере, потому что как раз там очень большие фанаты все уходить вовнутрь, то есть находясь здесь, не как наши парни, которые левши, которые постоянно любят ходить сюда, янки любят ходить внутрь, то есть ходить сюда, заходить внутрь. И это реальная тема. У них, конечно же, она в основном на чем основана? Что они много работают в шелдер-ролл, им удобнее делать из этой позиции вот сюда движение. Но в любой школе и в любой технике, особенно, когда это рил-школа, как филадельфийская школа, как советская школа, это рил-школы. И они имеют очень много схожего на самом деле в себе. То есть, на мой взгляд, они практически идентичны, как бы вам это странно не показалось. Но может показаться странно, тем, кто не знает только глубоко бокс. А кто знает бокс глубоко, знает советский бокс, знает такие имена ленинградского бокса, как братья Огуренковы, которые тренировали и выступали, тренировали сборную 10 лет СССР и знают, что такое ближний бой в их стиле. Вот такой вот. Все понимают, что все новое в Америке, хорошо забытое старое в России. Кто говорит, что в России нет ближнего бокса, нет того, другого, просто они об этом не знают. Но про деградацию российского бокса отдельный выпуск. Все-таки, все-таки, в отличие от движения, которые мы с вами делали на прошлом видео уроке, здесь уже больше применима работа против правши. То есть, здесь, конечно же, какие варианты? Ни в коем случае, вот это движение нельзя путать с движением, когда я ухожу сюда на сайдстебе. То есть, когда ветр летит на меня с любыми ударами, когда я здесь разворачиваюсь, когда мы двигаемся, это летит на меня. Оп, когда я сюда ухожу. Это сайд, это не то. Давай. Оп, это советская школа, это не то. Мы с вами обязательно поработаем это. В последующих выпусках. То есть, сайд, сюда, выход. Сайд, сайд, сюда, выход. Это работа назад. Когда тебя щемят, когда тебя жестко щемят, ты чуткий на ногах и ты, хоп, сюда ушел. Плечо, главное-главное, докрутил до бороды. Хоп, сюда ушел. Это другая тема. В чем отличие и прикол вот этих циркулей прошлого урока и этого урока, что они не назад работают, они работают вперед. И можно работать, и когда он идет на тебя, и когда он стоит, и когда он идет назад, и когда он лежит, уже вокруг него покрутиться. Итак, ребята, что здесь самое главное? Опять же, в движении. Какое я сейчас вам движение хочу показать? Движение следующее. Оп, заход сюда, за переднюю ногу. В чем его главный постулат? Опять же, не делать на месте. То есть, кто не умеет, встанут или еще в американскую стоку и начинают вот тут накручивать, открываться просто перед ним. Он стоит на месте, тут какие-то вот такие идут просто жесткие вещи, так и хочется просто бум, хорошенько накрыть справа. Тут тот же постулат идет, что и в первом выпуске. Первое движение делается в переднюю ногу. Циркуль надо. Куда? Что? Вы знаете, если смотрели предыдущий выпуск. То есть, что я здесь делаю? Я, находясь здесь и двигаясь, сначала делаю движение на него вот сюда. То есть, я могу сделать к передней ноге. Если есть возможность, могу сделать и просто боком. Вот ветер, вытянем переднюю руку. То есть, посмотрите, вот это, так скажем, радиус его удара. Находясь здесь, я делаю движение, хоп, вот сюда, под руку. Потому что это не что иное, как предыдущий циркуль был у нас, рождался и выходил из уклона во внешнюю сторону. Это не что иное, как уклон во внутреннюю сторону с входом вперед. Здесь, в американской стойке, да там, в российской стойке, в советской, это уже не влияет. Только рука меняется наверху, внизу. Это уже не суть важна. Поэтому здесь, вот мы с Веталем двигаемся, да, подвигаемся Веталя. Первый вариант, это то, что я делаю на него движение, а потом уже захожу сюда. На него. Сначала сюда. Бум. Потом уже разворот. Понимаешь? Или сначала двигаемся, двигаемся Веталя. Или сначала сюда, а потом уже разворот. Вот это следующий левел и так еще лучше. Если вы будете не по линии, если вы хотите выйти сюда, заходить. А если вы отсюда, сразу же вот сюда сделаете движение. И ты сразу же перекрыт от всех ударов. И отсюда развернетесь. От любого удара. То есть, Веталя мне бросает джеб. Хоп. Я захожу здесь, разворачиваю. Можно побыстрее? Давай. Хоп. Сюда, разворачиваю. Вот видите? Внутрь сначала работаю. Оп. Давай еще. Давай, давай. Оп. Развернулся. Давай. Оп. Развернулся. Во внешнюю сторону работаю. Оп. Развернулся. Против правой, само собой, тоже самое. Потому что вы знаете, что этот уклон работает хорошо и против левой, и против правой руки. Это лучший уклон. Вот этот уклон во внешнюю сторону, на котором основывался прошлый циркуль, он ни в коей мере не идет сравнения с уклоном внутрь. Потому что уклон внутрь кроет практически все удары. Практически все удары. То есть, Веталя мне напоминает, вы смотрите, Веталя мне бросает джеб, бросает джеб, и джеб, и правой прямой, и боковой, а любой, и боковой, любой, любой, любой. Все здесь работает спокойно. И то же самое в левшу встань. То же самое, да, и джеб, и слева. Все то же самое работает. То есть, пробиваешь левый прямой, хоп, бум. То же самое разворот здесь будет с левшой. То есть, то же самое движение, но самое главное, оно идет с ноги. А с ноги у нас есть, как я вам уже сказал, два варианта. По линии, хоп, на 90, воткнул на 90 градусов за счет таза, за счет таза, резкое движение тазом, развернулся. Внутрь его ног, хоп, или наружу, правше, как я показывал, развернулся, или еще вот встань правшу. Еще какой есть вариантик здесь? Сделать разножку в стиле Али, так скажем. То есть, когда я играю здесь, и делаю ноги, хоп, вот так вот. Это очень быстро получается. То есть, это единственный вариант, когда я кричу ноги в чипбоксе, например. Что, когда я работаю здесь, и я не хочу уходить вниз, а я делаю движение вот такое, оп, первое, вот оно движение, оп, и отсюда я уже могу развернуться сразу же. Потому что, вот вы прям где-то переднюю руку, потому что вот здесь, сделав я, оп, видите, я уже перекрылся сразу же. То есть, находясь здесь, оп, плечо уже здесь, и я отсюда могу уже выходить и работать все, что угодно. Добавки после циркулей, после столовой, после обеда, ужина, это все другие разговоры. Это все не сейчас. Об этом мы сейчас говорить не будем. То есть, вы поняли. Те же самые постулаты. Воткнул, жестко развернул. Или воткнул, с двух ног развернул. Сначала воткнул. Или ножницы обрезал, хоп, сразу сюда, обратным движением. Но это уже сложнее. То есть, мы двигаемся сильной, подвигаемся. Он бросает джеб, я мне в голову, да. Я здесь крою, хоп, ушел. Давай поактивнее, а ты не подумаешь, что это постанова. Побыстрее, побыстрее. Оп, да, все здесь. То есть, это реально работает, все работает. И так же, как это работает с левшой во внешнюю сторону на ближней, точно так же здесь можно перекрутить, накрутить, где? С правшой в эту сторону. То есть, когда мы находимся здесь, это очень классно работает. Ветель, подожди поближе. Когда мы в ближний, все, бум, все, здесь вот, встретились. Здесь. Что мне классно сделать? Левой ногой, а сейчас Ветель стоит в правше. Поп, пик, левка левша, а не левша. Я заступал и разворачиваюсь сюда. Давай, Ветель, толкай меня. То есть, мы находимся здесь. Оп, все, я здесь. Встань в правшу. Вот здесь играем. Оп, сюда. То есть, движение именно, видите, с передней ноги. Здесь, как бы я ни стоял, сначала сюда. Здесь можно еще, конечно, помочь ему упасть, но это мы не будем. Но это вот так вот. Если бы я заступил и вот так вот сделал, да. Но такие не будем уже делать вещи. Но это, если он давит, то что нет? Вот Ветель на меня давит, как давитель. Дави, дави, дави. Да, все, ногу сюда. И туда его отправил. Это локтем помог. Ничего такого, нечего давить. То есть, какие постулаты главное? Воткнуть ногу и сделать уклон. Сделать уклон. Потому что, опять же, просто перед ним. Давай, боксируем. Можно, конечно, сделать через контроль. Просто мы боксируем. Я здесь руку оставил, хоп, повернулся. Да, то есть, как мы там, я вам показывал. Работаю, работаю. Наложил, оп, ушел. То есть, одновременно, видите? Оп, ушел. Как мы показывали с дальней рукой. Оп. Как мы показывали, когда была работа с дальней рукой у левши. Тут тоже так можно сделать. То есть, надо спрятать. Не просто вот так вот крутиться перед ним. А либо сделать накладочку. Оп. И выйти. Либо сделать уклон. В общем, сначала научитесь движению. Движению, правильному. А потом уже, если будет желание, мы с вами поговорим. А в вариациях. Потому что в вариациях, мы сейчас в последних двух выпусках, мы с вами рассмотрели. И выход влево, и выход вправо на циркулях. Но применение, оно очень разное бывает. То есть, мы когда здесь боксируем, то есть, все что угодно. Сюда, сюда. И самое главное, добавки. Если вы хотите по добавкам выпуск. Когда ты вышел сюда. Хоп. Зашел. У тебя тут какие-то моменты появились. Здесь встал. В чем прикол этих циркулей? То, что ты... Я сам, пожалуйста, сюда. Что ты находился перед ним. Оставайся. Потом находишься... Ну, сделал в движении. Оп. Оказался полностью 90 градусов. Тут можно много что атаковать. То же самое в противоположную сторону. Ветер, поднимись ко мне. Да. Если ты можешь и в левше остаться. В левше, да. Еще и лучше, да. Что я был здесь. Сделал сюда. И здесь у меня очень много вариантов атаковать. Просто жара. То есть, если по левше, правше. Если мы здесь все-таки в эту сторону уходим больше в защитные моменты. Ну, вот сюда. Потому что здесь плечо. То, когда мы заходим внутрь. Вот здесь вот. Мы оказываемся как раз-таки внутри него. А когда ты внутри него, ты уже какую позицию занимаешь? Доминирующую. В любом случае, вы это знаете. И общение с женским полом. С вами был Ром Михайлов. Ветель. Вторая часть. Геометрических упражнений. Под циркулем головного мозга. Ютуб канал Всем бокс. Если вы не подписаны. То я не понимаю. Почему? Почему вы так долго думаете. Еще не нажали эту красную клавишу. Приходите на онлайн тренировочке. Внизу написано. Что когда смотрите канал. Прекращайте это терпеть. Всем бокс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова